Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Крупная партия средств индивидуальной защиты поступила в Дагестан. Поставка проведена республиканским МЧС на средства, которые были выделены из резервного фонда регионального правительства. Партия, состоящая из медицинских масок, дезинфицирующих средств, защитных костюмов, бахил и постельных принадлежностей, будет распределена между больницами Дагестана. Будут обеспечены не только врачи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, но и все сотрудники первичной медицинской сети. В скором времени ожидается вторая партия средств индивидуальной защиты закупленных МЧС Дагестана. В Дагестане будут судить экс-главу Гуниба. Мурада Дебирова обвиняют в махинациях землями природного парка. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Дагестану. Из материалов дела следует, что он незаконным постановлением передал местному жителю подведение личного подсобного хозяйства участок площадью 2000 квадратных метров. Земля эта относится к территории природного парка, поэтому не могла быть приватизировано. Ветеранам Великой Отечественной войны выдадут бесплатные мобильные телефоны с безлимитной связью. В общей сложности такими телефонами по стране будет обеспечено порядка 52 тысяч человек. Телефоны будут с большими клавишами для наборов. В каждой из них будут занесены номера экстренных служб, соцработников и волонтеров. Кроме того, каждый телефон будет оборудован клавишей «СОС» для экстренного вызова помощи. Связь для ветеранов будет бесплатной. Раздача телефонов уже началась в регионах, где эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений. В остальных субъектах ветераны получат подарочные аппараты после снижения количества зараженных. Раненого тюленя помогли спасти полицейские в Избербаше. Обнаружили его местные жители на побережье Каспийского моря. О своей находке они сообщили полицейским. Так было решено перевести морского жителей с помощью специальной техники в ветеринарную клинику. В ведомстве отметили, что на данный момент животное находится под присмотром зооспециалистов. В тюлене была оказана вся необходимая помощь после того, как он восстановит свои силы и его вернут домой в естественную среду обитания. С сегодняшнего дня Россию ждет множество нововведений. Так, банкам страны запретят брать комиссию за переводы денег по номеру телефона. Дополнительная плата останется только для суммы от 100 тысяч рублей. С комиссией не более 0,5%. С 5 мая вступает в силу закон об увеличении штрафов за неявку призывника в военный комиссариат. Теперь за нарушение будут платить 3 тысячи рублей. Штрафовать будут и учебные заведения, которые не предоставляют сведения о принятых и отчисленных студентах. Также с мая начнет действовать закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ограничения действуют в том случае, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok